Молчи, женщина, твой день 8 марта. Я мама на чиле. А у тебя что, что ли, два? Я так боялась этих родов. Там, знаешь, лежу там. Витя, а давай-ка мы напишем новый альбом. Тебя это не бесит? Ну... А я, может, тоже ориганну по природе. И что теперь? У тебя что, ПМС? Напились и поцеловались. А когда? Пол дружба, недоотношения. Дорогая, слушай, я записала нас на йогу. Ну, я уверена, что такие мужчины есть. Но я их никогда не встречала. Но я их никогда не встречала, да. Ой, женщины такие истерички. Да, мы, кстати, чуть не развелись 14 февраля. Понимаешь, не понимаешь, твое дело. Кто тебе это сказал? Вообще, я слежу за очень многими женщинами втайне. Они даже меня не... Ну, типа, с каких-то фейковых аккаунтов. Что? А ты так не делаешь? Придумай что-нибудь. Закали, прокали, намажься как-то. Что надо, мазаться еще вот этим. А чтобы смыть вот это, здесь идет отдельная история. Она интересовалась дотой. Это в тебе что-то не то. Да ты, наверное, больная. Иди подлечись. Как думаешь, переживем? Всем привет, дорогие подруги, подписчицы, подписчики. Я знаю прекрасно, что в России очень популярна фраза «Молчи, женщина, твой день 8 марта». Так вот, когда бы не вышел этот подкаст, я считаю, что 8 марта у женщин должно быть каждый день. И сегодня будет прекрасный повод поговорить про женщин с таким прекрасным человеком, как Лиза Монеточка, певица и... Мама двух ангелочков. Мама двух ангелочков. Привет, Лиза. Привет. Я очень рада прилететь к тебе в Вильнюс. Спасибо, что ты прилетела специально ради меня. Да. Я вчера познакомилась с твоим прекрасным Петей. Кстати, какая лучшая шутка была за все время, когда родился Петя, второй ребенок? Потому что там, по-моему, такой ворох чудесных шуток. Какая твоя любимая? Ты знаешь, у меня даже есть несколько скриншотов. Да? Сейчас тебе скажу, я просто готовила снять такой тикток, где мы с Витей ставим рейтинг этих шуток. И поэтому я их все копила, все, которые мне нравятся. Копила? Копила! Копила! Например, такая шутка. На что она копит? А у меня самая, кстати, вот хочешь, я тебе расскажу? Моя самая любимая. Монеточка родила второго, так сказать, не стала мелочиться. Это моя любимая. Ну, хоть где-то растет валюта. Мне нравится еще, да, это не монеточка, это уже какая-то копилочка. Ну, вообще большой спор о том, как называть следующего малыша. Это цент, или это рублик, или это фунтик. Фунтик, кстати, это классно. Звучит очень мило. Копеечка и фунтик. Нет, ну самое лучшее это про у тебя что, что ли, два? Так, а у тебя сколько, что ли, два? Так, а сколько у тебя? Я так мечтала, что я рожу ребеночка, я возьму его вдвоем, и я запишу этот мем. Мне прям не давало покоя. Серьезно? Да. Это было придумано за много месяцев до того, как я выложила это видео. Ты просто фокусница, которая была в туре в Америке за буквально пару месяцев, или даже за месяц до того, как ты в итоге родила. И все очень сильно удивились, как тебе удалось вообще это все провернуть. Что за Дэвид Блэйн просто. Если ты посмотришь видео с концертов из этого тура, то на многих из них ты заметишь, что там есть этот живот. Хотя я очень старалась подбирать платье, и я специалист в том, как скрыть беременность. Меня ни разу нигде не спросили в аэропорту, хотя это было уже там 30-я неделя. Никто не заметил, потому что я мастерски подбираю одежду. Знаешь, такие платья, расширяющиеся очень широко от груди, которые из животом... А это вообще твой стиль, тем более. Ну да, из плотной такой ткани, без живота, и с животом она одинаково широкая. И получилось это чуть-чуть подскрыть. Почему тебе вообще захотелось именно в эту беременность скрыть и не рассказывать? Ты знаешь, я думала об этом. Почему я в тот раз... Как будто бы в тот раз мне нужно было больше поддержки, в том числе и от своих слушателей, и от всех своих друзей, и знакомых. Это был для меня такой шок, такое событие. И хотелось, чтобы все вокруг об этом знали, уступали мне место, чтобы мне все приносили еду, давали советы, передавали. Знаешь, детскую одежду мне очень нравится традиция передачи детских комбинезонов и всяких там колясок и всего такого. И мне очень этого хотелось, потому что, ну, конечно, перед первым ребёнком были и страхи какие-то. А в этот раз, наоборот, хотелось сохранить это в тайне для нашей семьи, для самого близкого круга. Потому что, в целом, во второй раз, конечно, всё более спокойно, я больше уверена в себе. И тебе не нужно заново перерывать всякие форумы, книжки в поисках ответа на вопрос, что там у него за пятно на голове, или что делать, если у него подняться на полградуса температура. Ты уже всё это, как бы, знаешь, ты уже всё прошла. В какой-то момент ты успокаиваешься и понимаешь, что в целом это так работает, что твой мозг тебя тревожит сильнее, чем нужно. И вообще, как это важно сохранять душевное равновесие маме в семье. Вот правда. Мама, когда спокойна, довольна и сыта, то у всех всё хорошо в семье. У мужа, у детей. Ну, по крайней мере, у нас так. Это у меня картина в голове, застывшая. Я в Грузии, в самом-самом-самом-самом душном и жарком клубе в моей жизни. Это когда у вас был концерт вместе с Ваней. Ты там, если я ничего не путаю, вот с таким вот животом. Я схожу с ума и помираю. Реально, мне было очень плохо. С Ваней, который вот так вот играет, у него сквозь рубашку пот, вода, на гитару вот так вот плещется. Он шёл потом по гримёрке, я иду за ним, я смотрю, у него от кроссовок мокрые следы. Я не поняла, ты что с кроссовки что ли? Там было очень жарко. Также выходит Лиза вот с таким вот животом. Поёт, кружится, и всё вообще хорошо. И то есть мой вопрос. Ты сама выбрала как бы не относиться к себе как хрустальную, условно, в это время? Это какие-то гормоны? Или тебе просто легко даётся беременность? Я знаю, что бывают такие женщины, которые говорят, ой, я люблю быть беременной, это вообще моё. Вот ты в какую бы себя категорию занесла? Ну, во-первых, мне действительно понравилось быть беременной. Реально, пропаганда традиционных ценностей сегодня. Ну, ты знаешь, ты просто сказал так, что ты специально не выбрала относиться к себе как к хрустальной вазе, но я относилась к себе как к хрустальной вазе. И у меня была договорённость со всеми, что как только где-то у меня что-то кольнуло, всё, разворачивается самолёт, разворачивается корабль, всё отменяется, и я уезжаю домой, и мы заранее с Витей так договорились и настроились. Ну, у тебя ещё трансатлантический перелёт, и причём два, как я понимаю, и ещё там внутри перелёты, а ты с животом. Надо сказать сразу, что те, кто смотрят, я уверена в том, что бывают очень тяжёлые беременности, когда очень сильно тошнит. И ты не можешь, ты лежишь в больнице, всю беременность, бывает такое. Да, да, бывает и такое. То есть это даже часто не про то, что ты ещё и выбираешь, а ещё и организм как бы тебе не позволит, и не нужно всем как бы так делать, мы очень софт ко всем. Ну и слушай, ещё вот такой важный момент, какие-то наши рабочие привилегии, потому что если бы я не могла составить вот такой райдер, как я тебе говорю, что мне нужно вот это, вот это, вот это, здесь столько-то помощников, ну, я человек, который может составлять райдер себе в этих турах, это очень важно. Ну, тебе это всё не с неба, знаешь, свалилось тоже, ты же тоже ведь своим трудом это всё выгребала. Я вообще хочу поговорить про то, что в моей картине мира женщины супер-мега-многозадачные, то есть там вот у тебя сейчас двое младенцев, ты сейчас на интервью, ты сейчас делала клипы, записывала песни, альбомы, тура несколько провела, в нескольких городах концерты дала, при этом ещё у тебя есть какая-то наверняка разная совершенно рутина от поездок к друзьям до каких-то официальных принятий решений, там, не знаю, квартирных и так далее. Вот как ты себе видишь вообще, вот, не знаю, если так громко можно сказать, роль женщины сегодня, и чувствуешь ли ты так, что женщины супер-многозадачны сегодня, и что это круто? Это круто, и мне кажется, очень важно, чтобы остальные участники в семье это ценили и видели. Я много читала в интернете, какие-то тиктоки мне попадались про то, что женщины жалуются о том, как много вот этого невидимого труда, например, такой невидимый труд, как постоянно следить за запасами подгузников, там, влажных салфеток, у тебя с девяти утра вот этот график, и ты где-то там впихиваешь какие-то задания для своего мужа или, там, для нянечки, для кого-то еще. Вот этот весь менеджмент, он обычно ложится на плечи женщины, и мне кажется, очень важно этот труд ценить и немножко выводить из невидимой зоны. Может, я не знаю, люди думают, что эти подгузники сами появляются в шкафу. Сегодня с Лизой мы начали с обсуждения темы материнства, а дальше будем много говорить про творчество, отношения и про то, как важно молодой маме находить время на саморазвитие. Я знаю, как всем нам сегодня сложно выделить время в новостях, быту и прочих проблемах на то, чтобы наполниться, узнать новую информацию. Но согласитесь, безумно классно, когда с человеком есть о чем поговорить. И вот, например, с помощью моего любимого лектория синхронизация я много узнала о том, как проходить кризисы. Я уже рассказывала в интервью время, что мне скоро 29, и какой-то начинается немножечко кризис 30, а что я успела до этого времени, а что нет. И здорово, когда ты этого не боишься, а понимаешь, чем тебе поможет этот кризис, какие моменты подсветить. Ну и вообще очень люблю, когда информация сжатая, но очень качественная. Вот, например, в лектории был курс по психологии всего из 9 занятий. Один из уроков был о том, как найти свою цель и вообще, что такое миссия. Ну вот, например, под конец мне очень понравилось, когда рассказывали про медийный кризис. 25-30 лет. Это когда мы начинаем сравнивать себя с другими людьми нашего возраста, там, на тему детей, на тему реализации, на тему даже какого-то, может быть, разочарования в своих жизненных выборах. И в синхронизации рассказывают о том, зачем нам нужны все эти кризисы и как их проживать грамотно. Здорово, когда можно разнообразить вокруг интересов, общения, людей, деятельности. И мои ценности очень совпадают с лекторием синхронизации. Они уже более 8 лет проводят курсы и лекции, как раз направленные на то, чтобы людям было много о чем поговорить и на свиданиях, или со своим партнером, или со своими друзьями, или с коллегами. В прошлый раз я рассказывала вам про курс, как раз связанный с кино, а сейчас я прошла курс по психологии. Следующий курс, который вот я сейчас в самолете буду смотреть, когда полечу обратно, это будет курс, о чем молчат картины. Синхронизация придумала формулу идеального досуга. Это когда вы вроде бы развлекаетесь, как обычно включили что-то на фон, но при этом в этот момент получаете полезные знания. А делать это помогает годовая подписка сразу на все курсы синхронизации. По одной подписке вы получаете доступ к 100 курсам по 20 разным темам. Ну и то, что важно для меня, так как у меня есть склонность к СДВГ, для меня важно, чтобы все это было не скучно, занудно, а классно и полезно. Я вот, когда смотрю их курсы, у меня обычно там разные презентации, фотки, примеры, шутки, и это то, что помогает мне узнавать и новые факты, которыми я потом хочу с Темой поделиться. Но еще и к тому же делать это не скучно. Вообще подписка стоит 36 тысяч рублей, но по моему специальному промокоду это будет стоить всего 12 тысяч рублей на 65% дешевле. Поэтому по ссылке внизу в описании оформляйте себе годовую подписку и получайте себе досуг на целый год. И, конечно, интересных фактов и разговоров со своими близкими. А мы пошли интересно разговаривать с Лизой Монеточкой, потому что нам есть что обсудить. Ух, там сейчас начнется такое. Будем обсуждать наши отношения. Но еще важно, мне кажется, не впадать самому в то, что ты теперь занимаешь роль мамы и все на себе тащить. И мне кажется, у вас тоже это очень классно построено со стороны, так кажется. Я снимала большой фильм про отцовство, про хорошее отцовство, про включенное отцовство, что вот особенно раньше вообще там папы носили какую-то очень номинальную функцию, как правило. И до сих пор я это наблюдаю. И более того, даже среди своих друзей, которые вроде бы уже как бы современные и так далее, они все равно говорят. Ну, а чего я первые полтора года? Зачем я нужен? И я такая, кто тебе это сказал? Я сразу начинаю проводить беседы, что, пожалуйста, с таким подходом далеко мы не уедем. Мне вот интересно понять, как включенное отцовство работает у вас. То есть это все равно, как я все-таки поняла из интервью, которое вы Шатсу, например, давали, что все равно это с твоей как бы подачей в любом случае идет. Вот ты сейчас даже сказала, мне надо там дать задание мужу. Все равно, то есть как будто бы даже до сих пор нет такого, что есть какое-то стопроцентное включенное отцовство, когда отцы сразу же понимают, типа, о, так, у меня жена забеременела, окей, сейчас я книжечки почитаю, менеджмент настрою, подумаю, не знаю, про новую машину, ну и вот это вот все там буду сам подхватывать, сам мыть, сам кормить, сам там то сё. Все равно как будто, да, до сих пор это все остается на плечах женщины. Для меня важно планирование, знаешь, какая-то постоянная поиск лучших вариантов, а где бы мы могли оказаться и что нам для этого надо сделать. То есть это я тот человек, который говорит, Витя, а давай-ка мы напишем новый альбом. Витя, а давай-ка мы снимем клип, а давай-ка мы сделаем это. И действительно я за это отвечаю. Тебя это не бесит? Ну, ты знаешь, в какой-то момент мы проэкспериментировали, я попробовала отдать это ему, но это никому не понравилось, потому что, ну, просто у него другой характер. Я никогда в своей жизни не жила больше полутора лет в одной и той же квартире. Мне всегда нужно куда-то переезжать, другой город, в другую страну, делать ремонт и покупать, продавать, потому что есть выгодный вариант. А Витя живет десятилетиями в одних и тех же квартирах, хотя там у него, допустим, растет заработок, и он может поменять на что-то лучшее, но у него другой характер. Но это тоже нам очень пригождается в семье, в каких-то других делах. Есть вещи, за которые просто он отвечает, и я в это уже никак не лезу, например, Нинин режим сна, то есть я не смотрю особо на часы, за этим не слежу, потому что он отвечает за ее укладывание, смотрит, где ей хуже, лучше засыпается, что с этим надо делать. Недавно я подслушала, как они укладываются спать, это вообще просто какая-то Елена Блиновская, знаешь, что там, давай немножко подышим. И Ниночка ей полтора годика, и она, и они реально вот так вот дышат, что-то там вдох-выдох, и укладываются спать. Но все-таки вот эту организацию, ведение вот этого календарика, я, наверное, не хочу никому перепоручать. Есть ощущение, что очень часто история, когда, типа, ну, девчонки все время такие, а поехали вот в путешествие, там, я вот нашла то, а вот давай теперь мы в квартиру в новую перерыв, а вот давай ребенка заведем, то есть, ну, это может быть у меня только так, как бы в окружении. У нас тоже так. Да, но меня это... И все люди, которых я знаю, у них тоже так. И меня это бесит. Ну, то есть, я бы мечтала, чтобы, там, не знаю, Тёма подошёл, сказал, блин, я так хочу в Лондон, давай сейчас себе визу сделаем и поедем в Лондон. И я такая, господи, да, конечно, давай, или там, а давай ребенка заведем, а давай в квартиру в новую перередим. Я себе вообще такого не представляю. Ну, я уверена, что такие мужчины есть, но просто все равно вот это какая-то... Но я их никогда не встречала. Но я их никогда не встречала, да. Я где-то читала про это в каких-то блогах, может быть, у кого-то. Дорогая, слушай, я записала нас на йогу. Да, 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 да. Невозможно. Я не могу представить мужчине, который это говорит. Да. Слушай, ну я из того, что иногда бешусь, я прям так и говорю, Витя, вот дословно, я ему прям пишу это. Пожалуйста, сделай мне сюрприз в какие-то выходные. Вот прям два дня. И это же тоже сложно с детьми. Ты должен не просто там забронировать ресторан, ты должен забронировать ресторан, отдать одного ребенка нянечке, договориться с ней, другого ребенка отдать сюда и еще выделить там полтора часика, подумать, чтобы твоя жена успела вымыть голову, накраситься. Я говорю, Витя, ты просто ко мне подходи, говори, дорогая, через полтора часа будь готова. Да. И возьми с собой что-нибудь на ночевку, мы вернемся домой через два дня. Шик. И что, прокатывало такое? Такое бывало. Но это действительно такие просто конкретные просьбы. Я говорю ему, что мне это очень надо, иначе я чувствую себя, как будто мне вообще все это одно и реально надо. Вот. Но это классно, что ты это говоришь. Я это тоже говорю, не всегда вообще далеко это работает. Вот. Но да, мы, кстати, чуть не развелись 14 февраля недавно. Уже все супер, у нас уже все хорошо. Но, блядь, когда ты знаешь, ты вот из года в год, из раза в раз, ты подчеркиваешь, что тебе очень важны свидания, тебе очень важны подарки. И 14 ты там такая, вот тебе там завернуты какие-то штуки, блокноты, я придумала нам поход куда-то в музей. А он такой, а я думаю, мы просто погуляем. И ты такой, да, блядь, сколько это важно? И я реально в первый раз такая, типа, все, мне это достало. Ну да. Ну, потому что, и это классно. Ну, ты же знаешь, что мне это важно. Понимаешь, не понимаешь, твое дело. Ну, ты же знаешь, что я этого хочу. И неужели этого недостаточно, чтобы чуть-чуть постараться? Ну, ты знаешь, я тебе скажу еще и обратную сторону, как мне Витя говорит. Мы очень долго получали здесь документы на Нину. У нас так совпало, что мы что-то тут не успели, тут не то принесли. И мы никак не могли получить на Нину документы. Я все время говорила, Витя, Витя, быстрее, быстрее. Там надо было постоянно кому-то звонить, что-то спорить. А я очень боюсь говорить по телефону лишний раз. И я говорю, Витя, звони, пожалуйста, им сюда скорее. И вот мы его получали, этот документ, и мы наконец-то его получили. И через там полчаса я говорю ему, Витя, слушай, а теперь нам нужно получить вот это, вот это, вот это. И он говорит, блин, Лиз, почему ты не можешь хотя бы один денечек порадоваться? Мы так долго к этому шли. И так же со всеми переездами, ремонтами. Мы так долго сюда стремились, ты так долго делала этот ремонт, и вот ты наконец тут. Может быть, ты просто выделишь себе пару дней на то, чтобы просто порадоваться, чтобы мы здесь. Почему ты сразу строишь план, а куда мы должны теперь? И он очень просит меня, остановись, просто один день порадуйся, что у тебя вот есть сейчас все документы, и ты здесь в отремонтированной новой квартире. А про Нину? Нина вообще любимица твоей аудитории, просто. Да, но у нее-то очень много приколов. Она стала очень нежной. Как я рада, что я воспитала ребеночка, девочку, которая очень любит нежиться, обниматься. И каждое утро, если ты хочешь, чтобы день прошел хорошо, надо выделить хоть сколько-то времени, хоть минуточку, чтобы просто все вместе обнялись, друг к другу прижались. И тогда все будет хорошо. И перед сном обязательно все эти объятия. Это кран, потому что это у детей не сразу проявляется. Первые месяцы они не хотят и не могут тебя обнимать, целовать. И в какой-то момент появляется, это супер. И хоть она и маленький ребеночек, но когда ты ее обнимаешь, ты чувствуешь, что ты в объятиях какого-то огромного, мягкого малыша, двухметрового. И это очень приятно. Ну, это, кстати, тоже рождается же от того, что просто в семье так. От тебя такой вайп, что дети – это прикольно, потому что часто бывают, особенно молодые мамы, а уж тем более молодые мамы двоих малышей. Ну, это прямо потому, что действительно, это очень нервно. Тем более никто не ценит твой труд, тебе очень много о чем приходится думать. Ну, можно свихнуться. И это действительно тяжело, я представляю. То есть, я, допустим, поэтому пока я такая, так, сейчас я немножко, вот еще надо успокоиться. Ты знаешь, меня вот иногда это немножко бесит, когда так говорят все мои подружки, и так говорю я. Я мама на чиле. Я спокойная мама, не напряженная. Я не парюсь. Это все говорят мои мамы. И я сама так говорю. Но меня это немножко бесит. И мне хочется сказать, ну, конечно, ты на чиле, потому что у тебя нянечка, у тебя здесь муж всегда на подхвате, у тебя, ну, там, я не знаю, ну, у тебя столько помощи вокруг. Понятное дело, что ты на чиле. Легко быть на чиле, когда у тебя такое расслабленное, крутое материнство. И, конечно, мы все это сами себе заработали, заслужили, и мы все этого достойны. Но просто я немножечко расстраиваюсь, когда слышу это, потому что я сразу представляю мамочку, которая нас смотрит, которая там одна сидит с двумя детьми весь день, ее муж на работе до вечера, я могу быть одновременно одна с двумя детьми максимум, наверное, пару часов. Потом у меня начинает мозг вариться. И я всегда ищу кого-то, кто перехватит одного из малышей или там кого-то из семьи или друзей. Или я иду куда-то в кафе, где нянчатся с детишками, и они играют. Потому что остаться одной с ними вдвоем страшно. И ты уже не можешь быть чиловой мамочкой. Все были бы рады быть чиловыми мамочками расслабленными. Это очень важно, что ты это сказала, это правда. Важно свои привилегии, условно говоря, осознавать это правда. Ну вот еще никто мне не сказал, ты знаешь, я такая напряженная мама. Я решила, буду следить за каждым шагом и не буду спать ночами, буду психовать. Честно говоря, иногда я даже просто использую свои наушники. И меня часто спрашивают, почему ты в наушниках все время записываешь? Но вот в такую минуту, когда там уже 20 минут малыш плачет, и ты его трясешь, но он все еще плачет, очень помогает наушники. Чтобы не вскрикнуть, не затрясти его, не разозлиться. Это очень помогает. Потому что если ты разозлишься, вот тогда ты его уже не успокоишь. И действительно, эта энергия передается между мамой и ребеночком очень сильно. Многие сейчас задаются этим вопросом, как вот сейчас рожать. Ну вот это же не секрет, что сейчас очень сильно упала демография. Понятно почему. Потому что действительно, ну блин, время мега тревожное. И как бы сто пятьсот раз уже сказано, но еще раз скажу, давайте мы не с абортами будем бороться, а с первопричиной, из-за чего так происходит, что чувство безопростояния, безопасности на самом дне примерно сейчас находится. И многие говорят о том, что может быть хочется родить, но из того, что пока такая неопределенность будущего, непонятно. Вот ты как себе в итоге ответила на этот вопрос, что условно, ну когда, как не сейчас. Ну вот хочется сейчас. Какая разница, какое время. Может дальше еще хуже будет. Уж лучше сейчас. Я думаю, что если кто-то боится заводить ребенка в такое время и сомневается, то и не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Поверьте, если у вас есть сомнения, нет этого желания, если у вас гормоны не взбушевались, и вам эту лялечку не охота к себе прижимать, потому что вы переживаете из-за денег, из-за ситуации. И не надо. Пожалуйста, не дай бог. И никого не вздумайте уговаривать. Это очень плохая идея. И в то же время, мне кажется, если человек хочет, абсолютно не надо его уговаривать. И это отличная идея, если вы хотите. Я вас поддерживаю, вне зависимости от того, какой у вас достаток и где вы там живете. Это мое такое убеждение, что здесь все решают именно твои гормоны, которые тебе подсказывают. И если это желанный ребенок, ты будешь счастлив, и ты будешь придумывать, как подстроиться. Знаешь, честно говоря, еще лет 16 я почувствовала, что я хочу завести малышей. Да ты что, ничего себе. И я это ни от кого не скрывала. И я всем мальчишкам говорила, что я очень мечтаю о детях. И я думаю, что я могла бы быть такой тетенькой, у которой типа семь детей. Но я, конечно, себя останавливаю. И, например, сейчас нам был бы третий ребенок, наверное, тяжело очень. Но ты знаешь, я думаю, я могла бы иметь вот столько. Я реально такой чел. Классно. Мне просто так нравится, какой-то курятник, эти цыплятки. И я как мама-курочка их за собой вожу. Какие-то у нас с ними стишки, песенки, занятия. Я угораю по всему этому. Клево. А я всегда была чайлфри, и остаюсь чайлфри. Никогда не хотела детей. Но недавно что-то во мне зажглось. Но у меня вот все равно много того, что, господи, а как я забеременею? У меня реально будут животы расти, а вдруг у меня будут циститы, гастриты. Не знаю. Ребеночек больной родится. Ну и я рожу побольше, чтобы... Какой-то из них получился здоровый. Не, я рожу побольше, чтобы тебе не пришлось себя преодолевать. Слушай, 8 миллиардов, сколько там, 10 миллиардов. Ну, хочется. Куда еще? Может, кто-нибудь за меня родит. Вот таким родащианом вообще хорошо устроилась. За нее там кто-то рожает. Вот это вот мне подходит больше, похоже. Ну, я тебе скажу честно. Вот, например, я так боялась этих родов. Да, я очень боюсь родов. Оказалось, что это вообще было самое такое. Ну, конечно, это неприятно, но это так быстро проходит. Ну, я понимаю, что у всех по-разному роды проходит. И у многих это длится часами и сутками. Но вот в целом схватки – это просто очень сильная боль, которую ты терпишь. Но она, ну там, из тебя пока никто не вырывается. Просто это реально очень больно. Ну, можно сделать анестезию. А я боялась именно момента выхода ребенка из женщины. Что, меня, блин, разорвет? Или что будет происходить? А оказалось, что это действительно очень неприятно, больно. Ну, это так быстро проходит, и ты в таком фью. То есть, это реально занимает, наверное, минут пять-семь. Там нечего больше делать. То есть, все это, когда говорят, сутки рожала. Это сутки шло раскрытие. Ты лежала, ходила, мучилась, орала. И потом он быстро из тебя выходит. Если это задерживается, то уже врачи вмешиваются и что-то делают. Ну, а знаешь, когда рассказывают, вот что это там. Ты в какой-то момент уже думаешь, хоть бы за меня кто-то родил. Я сейчас в окно вообще выйду, мне вообще не в своем теле. Мне не хочется здесь быть, находиться. Вот почему-то многие еще про такой эффект рассказывают. У меня второй раз было такое, потому что анестезия не вовремя сработала. Ее поставили слишком близко к родам. И получается, что она подействовала, когда ребеночек уже родился. А в момент смех родов я все чувствовала. И это было просто... Я даже не смогу подобрать слов. Но это и не хорошо, и не плохо. Это было просто какое-то безумие. И мне хотелось, типа, блин, можно я пойду домой, пожалуйста? Мне очень нравится и не хочется. Но это все равно проходит быстро. И никуда ты от этого не денешься. Слушайте своего врача. Хотите, готовьтесь к родам. Хотите, не готовьтесь. Хотите, рожайте так. Хотите, сяк. Мое мнение... Не ориентируйтесь на мое мнение. Не слушайте его. И вообще выключите эту инкрую. Вообще. Да, идите поживьте котлет. Что вы здесь усеете перед экраном? Про... В контексте женщин еще хочется тебя спросить. Ты рассказывала, что у тебя была какая-то склонность к РПП. Но при этом ты забеременела, забеременела второй раз. Тело меняется. А как тебе дались эти изменения? Может быть, они тебя сделали, наоборот, сильнее. Что ты больше полюбила свое тело. Перестала к нему с надзором относиться. Или ты тяжело это переживала, изменения в теле. Как ты с этим справлялась? Потому что, мне кажется, тоже у нас сейчас слушает много девчонок, у которых все еще много законов на эту тему. И интересно тебя послушать. Да, по разным причинам стала относиться к своему телу и внешности очень спокойно, с большим принятием. И я не могу злиться после этого на свой животик, на то, что где-то у меня что-то стало помягче, чем было. Я помню, когда Нина была только в животике, мы с Витей представляли и спорили о том, как она будет выглядеть. Будут у нее такие ушки, будут у нее такие глазки. Или вот такой рот, как у него, или как у меня. Это все было так интересно. И мы с такой любовью это все разглядывали, когда она родилась. Сначала было не совсем понятно. Потом малыш все больше окукливается. И проявляются эти черты. И ты с таким трепетом за этим наблюдаешь. И немножко это переносишь на себя. Ведь ты тоже такой малышек, который вот этим похож на папу, вот этим похож на дедушку. И, понимаешь, предки столетиями, веками вот это вот заваривали эту кашу, спаривались, заводили детей, эмигрировали в разные страны, чтобы у тебя был вот такой нос, такие глаза, такой рот. И после этого, конечно, легче себя принимать. Когда ты вот с этой точки зрения смотришь на себя, а не просто с точки зрения девочки-подростка, которая видит картинку из журнала и видит картинку в зеркале. Это, конечно, плохой вариант. Очень плохой, особенно учитывая количество всего на свете. И я знаю, как фоткаться в журналах. Там просто столько ретуши, столько макияжа, света и всего, что это вообще странно себя сравнивает, мне кажется. Вот я вижу твою фотографию где-то в Инстаграме. Ты там вот так вот стоишь как-нибудь. У тебя здесь подкрашено. Я не знаю, ты красиво нарядилась. Может, ты фотошопишь, может, нет. Ну, не важно. Я вижу вот эту картинку. И потом я вижу тебя в жизни. Как ты улыбаешься. Как ты серьёзно смотришь. Когда я говорю какую-то шутку. Как ты серьёзно смотришь. У тебя немножко поднимаются брови. И потом ты начинаешь хохотать. И это просто влюбляет. И вообще, мне кажется, нам нужно прекратить разглядывать себя в фотографиях, разглядывать себя в зеркале. Потому что это ничего не имеет общего с реальностью и гораздо больше даёт энергия, улыбка, смех, эмоции, которые ты несёшь. Даже то, как о тебе пахнет. Это гораздо прикольнее, чем то количество сантиметров, которое у тебя между глазами, между висками, бровями и так далее. Да. Именно ты и появился. Все твои органы сработали. Плод развился. Ты вылез из своей матери. Ты задышал. Ты не задохнулся. Да, да, да. Значит, всё сработало. И это чудо. И ты побежал своими ногами куда-то. Давайте благодарить свои ноги и носы за то, что они дышат и ходят. Расскажи, пожалуйста, как обычно ты празднуешь 8 марта? Как тебя поздравляют? Как ты любишь этот день проводить? Конечно, жду всегда подарки, тёплые слова. Всегда стараюсь написать какой-нибудь эпичный пост в Инстаграм о том, что это не про украшение коллектива. Это мои традиции. Меня муж поздравляет уже много лет. С 20-го, по-моему, года. Такое завирусившееся видео. Случайно я его сняла. Типа, ко мне пришёл Тёма с букетом цветов. И сказал, поздравляю тебя с Днём Солидарности Женщин в борьбе за равные права. Я поздравляю тебя с Днём Солидарности Женщин в борьбе за равные права. Спасибо большое. Пожалуйста. И я ему такая, молодец, выучил стих, мой хороший. И всё, теперь он меня каждый год так поздравляет. Поэтому я рада, что от традиции украшения коллектива мы отходим. Всё-таки это приятно. Да, если хотите, посмотрите мой фильм. Не фильм, а выпуск про 8 марта и смысл 8 марта, как его отмечают в Европе. И мы снимали шоу «Подруги» про 8 марта. Вообще в целом смысл этого праздника, как он возник. Что это не имеет никакого отношения совершенно к цветочкам, нежностей и вот этому всему. Вот, это важно. Расскажи, кто твои самые любимые женщины России? Задала себе этот вопрос и всем им написала и позвала их принять участие в своём клипе. И многие из них согласились. И у нас получился классный клип, где некоторые из них прям пропели слова мои песни. У кого-то там достижений, у кого-то каких-то, как у меня, преступлений иногентских. И, в общем, оно про то, какие классные, крутые женщины живут у нас в стране. Какие они смелые и какие они, помимо этого, нежные, заботливые, прекрасные мамы. Потому что в этом клипе я решила позвать всех мам. Это только потому, что песня посвящена мамам. Она называется «У мамы есть секрет». Кто поёт? Кто пропел строчки? Например, Дунцова, Гордеева. Я поступала очень хитро. Я говорила, пожалуйста, пришлите видео со своими детьми. Я знаю, что очень многие мои друзья не сами фанатеют от моей музыки, а их дети любят слушать. И это такой заход, который их всех обезоружил. И очень-очень крутые видео записали именно женщины со своими детишками. У всех там разного возраста. У кого-то совсем малыши, у кого-то уже взрослые. И это выглядит очень круто. Особенно мне нравится контраст, когда ты видишь эту женщину где-то в работе, как она на сцене что-то кричит, где-то на митинге. Или где-то на акции, на пикете на каком-то. И тут ты видишь, как она дома обнимает своего малыша, вытирает ему сопельки или что-то ещё с ним такое делает. Это очень крутой контраст, который, не знаю, как-то подчёркивает нашу многогранность. Вообще, я слежу за очень многими женщинами в тайне. Они даже меня не знают. Ну, типа, с каких-то фейковых аккаунтов. Что? А ты так не делаешь? За кем ты следишь с фейковых аккаунтов? Ну, я не скажу. Я же не просто так слежу с фейковыми. Скажи, ты что вообще? Ты не можешь такое сказать и потом не сказать за кем и зачем. Главное, ты следишь с фейковых аккаунтов. Ну, чаще всего это все певицы. Если я не подписана официально, например, на актрису или певицу, мы с ней не знакомы, то для меня странно просто смотреть её. Потому что у меня есть галочка, и я боюсь, что она меня увидит в толпе лайкнувших, прокомментирующих. Что она подумает, что ты... Что ты что? Что я никчёмная, как говорили мне мои родители. Вот ты вывела меня на чувство. Ну, я понимаю, что это глупо по-детски, но я сейчас не готова в этом улучшаться, понимаешь? Я не готова ещё лучше быть, становиться, ещё какие-то челленджи себе придумывать. Твой фейковый аккаунт смешно называется или нет? Или как-то очень обычный? Он достаточно реалистичный. Хотя ты знаешь, что недавно сейчас один человек меня заблокировал на этом аккаунте. Я не поняла, как... Видимо, это всё-таки как-то можно считать и понять, что это мой аккаунт. Представляешь? Это очень смешно. А зачем он тебя заблокировал? Кто-то не хочет, чтобы ты смотрела его сториз или что? Да. Кое-кто меня заблокировал сначала с официального своего аккаунта. А, ну, мой официальный аккаунт, а через время ещё и мой второй аккаунт. Интересно. Ты знаешь, но я всё равно... Я создала ещё один аккаунт. Ну, я нашла другие способы. Можно даже не создавая аккаунт, зайти на страничку, даже если тебя заблокировали. Вот. Это несложно найти. Блин, я так всегда... Это не к тебе относится, но меня вообще пугают такие люди, которые у меня в Телеграм-канале. Бывают, что я кого-то блокирую, и потом человек приходит и говорит, ты чего меня заблокировала? А я думаю, господи, а как он так создал ещё одну страничку, чтобы это написать, типа, в Телеграме? Это же надо новый номер, наверное, какой-то. Это же надо вот прямо заморочиться. Нет? Да. Да. Но я ничего никому не пишу, не говорю, я просто наблюдаю. Да, даме. Это интересно. Ну, вот есть у меня какой-то бзик. Наблюдать же жизнями людей каких-то... Ой. Ну, я могу привести пример. Давай. Я в школе встречалась с мальчиком. Мне... Ну, там сколько было? 16-15 лет. И была девочка, с которой он начал встречаться после меня. И это... Во-первых, мне пофиг уже на этого мальчика давно. Меня он не интересует. К нему я нигде не ищу, я не столкерю его. Давно не заходила к нему на страницу, я не вспоминаю его. Ну, наверное, там школьная любовь, очень милая, спасибо. Но почему-то за жизнью этой девочки я до сих пор слежу. Я как-то так привыкла, что иногда, когда мне становится скучно, я просто захожу проведать. А как там? А что с ней? И абсолютно не испытываю негатива никакого. Ну, потому что, правда, мы как-то нормально расстались и всё. Но вот просто я как-то раз зашла посмотреть, и вот как-то меня это затянуло. Прикольно. Мне кажется, кстати, хорошо, что ты это сказала, что это многим откликнется, что все так делают, и все себя чувствуют гилти. Но нет, даже Лиза так тоже делает. Ну, может быть, это действительно крипово, и действительно, если вы имеете лишнее время, лучше, может быть, это как-то проработать. Я просто поняла, что вот сейчас, когда у меня двое маленьких детей, погодок, и сейчас я в миграции, и я преследуюсь по такому несправедливому закону, и так много и так стрессов в моей жизни. Я решила, что я не буду заниматься сейчас психологическими улучшениями себя, и я могу остаться пока на том же уровне. Вот. И я решила осознанно, я не буду этим заниматься. Ну, смотрю и смотрю эти сториз, ничего страшного. Потом когда-нибудь перестану. Круто. Так, а кто тебя вообще из женщин в целом в мире больше всего вдохновляет? Вот. Ну, просто, если честно, в моей жизни есть люди, которые меня вдохновляют. Я не знаю, не будет ли против Аня, жена Нойзамси, что я скажу про нее, я потом уточню, но в целом меня она очень вдохновляет. Она очень крутая, и она суперподружка для меня, и я всегда у нее ищу какую-то поддержку, и даже если ее рядом нет, я могу просто представить ее, подумать, чтобы она мне сказала, и мне уже становится легче. Она суперкрутышка. Еще я часто думаю так про свою маму или своего папу, причем в разные ситуации в жизни мне требуются их качества. Например, когда кто-то со мной плохо себя ведет, немножко меня юзает, я сразу представляю себя своим папой, и пишу вот эти все смайлики непонятные там, ну, не стесняюсь быть грубой, прямолинейной, очень откровенной. Ну, так, от ситуации к ситуации. Я, кстати, очень хочу тебя спросить про папу. Ну, я, когда пересматривала все твои клипы, я, естественно, посмотрела клип, который называется «Папина любовница». И мне безумно стало интересно, потому что я посмотрела много двоих интервью, и мне по ощущениям никто про этот клип почему-то не спросил. А там много комментариев, и я именно хочу спросить, потому что там я делала фильм про безотцовщину, например, и мы как бы разбирали психологический аспект вот этот. А ты очень тонко показала, особенно в клипе, и, как я поняла, это очень многих, ну, не стригерило, а, наоборот, очень многим понравилось, как тонко ты это все прочувствовала. Ну, то есть, очевидно, что ты, видимо, ну, то есть, это не мог сделать человек, который не знает про это ничего, и вот в том числе просто я смотрю сюда, потому что два комментария у него уже все понравилось. Как разобрали твои подписчики этот клип, одна девчонка написала «Отец без лица – это признак того, что дочь просто не узнает своего отца, ведь она не ожидала такого». Волосы любовницы – это папа ночью приходил от любовницы, на его одежде полюбом оставались светлые какие-то волосы, какие-то следы, по которым можно было все это считать. У меня ж мурашки пошли, как круто. Да, потом второй комментарий. Шикарный прием со шлейфом, ведь в жизни действительно не видишь любовницу, просто ощущается только шлейф и присутствие какого-то лишнего человека. Когда-то в моей детской жизни происходило именно так. До сих пор он не смог обрести это лицо после предательства мамы. И вот у меня вопрос к тебе, как ты это проживала, и было ли это в итоге в твоей жизни? Потому что я знаю, что сейчас вы с папой очень тесны, он там часто, и даже в тур, насколько я понимаю, он тоже ездил, или вот он все время как-то и с Ниной, и вы очень на тесном контакте. Как тебе это удалось прожить, и почему ты решила про это написать песню в целом? Ну, у меня не было такого эпизода, как у ребенка, который с этим столкнулся. У меня есть близкая для меня одна девушка, которая, наоборот, пришла в семью, но там уже как бы случился развод, но она просто пришла в семью к мужчине, у которого есть дети. Блин, пришла в семью, как-то звучит грубо. Стала встречаться с мужчиной, у которого есть дети, и меня именно ее история вдохновила на эту песню, потому что я очень люблю эту девушку, и мы с ней прекрасно общаемся, но было как-то непонятно, как-то странно, и у нас с ней какие-то очень разные взгляды на отношения, и она не такая там феминистка, как я, и она любит играть в эту игру, в это кокетство, и это нравится ее мужчине, и они всегда в этой игре, и очень интересно смотреть на детей в этих ситуациях, как они наблюдают за этим всем. И, конечно, они не могут сполна это все понять, и до них долетают какие-то только ошметки смыслов происходящего, и меня больше это вдохновило. Я наблюдаю за людьми, за событиями, и обращаю внимание скорее на интересные эмоции, свежие для меня, интересные для меня. То, что я, допустим, хочу рассказать Вите, но я не могу рассказать это вот так, и мне нужна для этого песня. «Ой, котик играет с мячиком!» Просто я подумала о том, как интересно писать песню от лица ребенка в этой ситуации. Меня интересуют именно такие задания, челленджи. Но о тех вещах, которые меня действительно глубоко трогают, я чаще всего даже не пишу, потому что это обычно очень базовые чувства, которые мы все испытывали. Какой-то, например, «Очень сильная любовь к моему мужу, как я его люблю». Но мне было бы не очень интересно про это писать. Иногда попадается какой-то интересный ракурс, интересная фраза, интересное событие, и я вот с этого интересного угла буду писать и про любовь, и про что хочешь. А когда мне не попадается, просто так само по себе сильное чувство не вызывает у меня желания написать об этом песню. У меня, кстати, примерно так же с видеороликами происходит. То есть не всегда меня эта тема касается вообще, но это какой-то новый ракурс про вот это моё любимое, когда не собаку укусило человека, а человек собаку, и ты такой, вау, вот это интересно, так, разберёмся. А получится ли у меня вот эту эмоцию передать? И если она мне не близка, я буду её гуглить, я буду спрашивать. Знаешь, как в этих фильмах, сцена, где ты сидишь в библиотеке, перелистываешь у всех, хочешь, берёшь интервью, узнаёшь, собираешь это по кусочкам, по ниточкам. Я очень люблю таким заниматься. То есть многие песни для меня такая большая научная работа, а не выброс моих чувств. Хотя бывает такое, но реже. Я, кстати, сейчас задумалась почему-то про такую параллель, когда ты рассказывала, что у тебя, получается, папа всё время с Ниной, он такой включённый, да, по сути, дедушка. Ну, получается, Витя тоже включённый. То есть как будто у вас такая была тенденция, в принципе, в семье, что папа там с тобой много проводил времени или... Ну, это уже вот сейчас. Я не могу сказать, что в детстве... Ну, всё-таки у них были в семье роли достаточно классические. У мамы классическая женская роль, у папы мужская роль. Этого не было. И ты знаешь в целом, что мне нужно принять? Люди бывают прекрасными дедушками, но плохими мужьями, вот такими отцами, братьями вообще совсем другими. И всё не так однозначно и не так просто. И никто не идеален. И не было у меня в семье такого феминистического воспитания. И для моих родственниц до сих пор немножко шок и удивление, почему я хожу перед Висей без макияжа, лохматая иногда. И я очень люблю свою бабулечку. И вот правда, я её обожаю. Я понимаю, что у неё была очень непростая жизнь. Это было очень тяжёлое время. Но меня удивляет, что она постоянно меня спрашивает про то, что я не накрашена при Вите. И она мне позвонила даже, знаешь, дней через пять после родов. И одна из первых вещей, которые она меня спросила, почему я не подкрасила бровки? Ведь Витя же дома. Надо же. Но у меня это больше не вызывает агрессии, потому что я понимаю, что это результат, конечно, такой тяжёлой жизни, непростой, где ты не могла опереться на мужчину, расслабиться перед ним полностью и забить на всё, и быть собой. Не могу сказать, что это появилось во мне из-за моей семьи. Чувствую жёстко всё, что ты говоришь. У меня всё время другая история. Мужику готовить надо, Тань. Надо готовить, понимаешь? Это вот никак по-другому нельзя. Ну да, у них в мозгу так устроено. А ещё у них в мозгу так устроено, что они полигамны. А я, может, тоже полигамна по природе. И что теперь? Как понять? А, что типа мужчины полигамны? Ну да, есть же такой миф о том, что мужчине требуется множество самок. У всех свои роли. И не обязательно мужчине знать, о чём мы тут договорились, что мы тут решили, и что мы от них на самом деле хотим. И гораздо эффективнее не попросить напрямую об этом, а сделать похитрее, поумнее. Очень важно, чтобы он чувствовал себя суперкрутым. И это твоя обязанность. Вот это было, да. Было, 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 да. Мне немножечко обидно, потому что в моей семье и мужчины, конечно, приколдесные, но и женщины тоже просто суперские. И я бы хотела, чтобы кто-то также заботился об их самочувствии, об их состоянии, чтобы кто-то заботился о том, чтобы их вдохновлять. И мне само это тоже, между прочим, нужно. Чтоб меня кто-то мудро вдохновлял. Кто-то вёл со мной себя мудро, аккуратненько. Мотивировал меня. Я обожаю этот рилс. Там есть девочка одна, которая снимает очень такие феминистические рилсы. И она такая лежит на диване, вот так вот плывет, приключает. Лежу дома. Опять мой меня вообще никак не вдохновляет, вообще никак не мотивирует. Вы что думаете, я в этом виновата, да? Честно скажу, в этом виноват всегда мухи. Но не вдохновляет, понимаете? Погряз в своей рутине, в готовке, в уборке, в стирке. Мне же нужно хотеть побеждать. Ради кого? Я такая, господи, да, это же всегда во всех этих книжках, каких-то, знаешь, старых, таких, в этих юмористических шоу, каких-то у меня, видимо, я это шоу-шоу повторяю из выпуска в выпуск, про какие-то юмористические шоу, я всё пытаюсь вспомнить. Но это какой-то квартет И сто процентов. Вот это прям моя травма. Там какой-нибудь Руслан Белый на ТНТ, это моя травма. Вот все эти программы, которые в детстве показывали, как должна себя вести женщина, вот это, что она не должна истерить ещё, вот это мой тоже триггер, потому что как много я в себе запирала эмоции, у меня там были гастриты, головные боли, потому что мне всегда казалось, что вот женщина истеричка, это хуже не придумаешь. А что такое истеричка? Это даже если ты просто говоришь, мне так не нравится, точка. И всё-таки у тебя что, ПМС? Да, да. Это был, кстати, мой следующий вопрос, что тебя больше всего из стереотипов бесит, вот то, что про женщин говорят. Какой тебя стереотип раздражает больше всего? Что нас недостаточно самих по себе такие, какие мы есть. Обрати внимание, если бы ты записывала интервью с каким-нибудь парнем, он бы мог просто прийти сюда и сесть. Ну, максимум, его бы попросили припудриться. А мы почему-то должны краситься и на сцену. Знаешь, когда мы были в туре, у меня музыканты все мальчики и одна девочка. Я в какой-то момент что-то так разозрелась. Почему они выходят, знаешь? Ну, подстригли раз в неделю бороду. Спасибо и на этом. Идут на сцену, выступают спокойно. А нам, нас самих по себе как будто бы недостаточно. Мы должны себя немножко трансформировать, немножко выделить глаза. У нас губы должны быть нереалистично большими. Даже если там мой этнос, места, в которых я родилась, не предполагают таких черт лица. У меня немножко другие корни. Но все равно, если ты хочешь быть конвенционально красивой, ты должна позаботиться. Ну, придумай что-нибудь. Заколи, проколи, намажься как-то, чтобы подходить в этот стандарт. И меня это начало бесить. И я понимаю, что, ну, я окружена реально очень классными мужчинами, которые от меня этого не требуют. И они примут, если я от этого откажусь. Я бы хотела и сама внутри тоже от этого отказаться. Но пока, как видишь, не могу. Но я думаю, что когда-нибудь смогу. Это еще сложнее перебороть внутри себя, когда ты с детства в этом росла, чем снаружи. Это правда, да. Но хорошо, что сейчас про это так много говорят, что уже как-то приятнее стало жить. Ты знаешь, я думаю, как всегда, во всех бедах виноваты не сами женщины и не мужчины, а виноваты маркетологи. Верно. И продавцы этой косметики, которая нам нужна в бесконечном количестве. Да. Потратить 300 баксов, чтобы сначала намазать, потом 300 баксов, чтобы себя это смыть. Потом проведут какое-нибудь исследование, что надо мазаться еще вот этим, а чтобы смыть вот это. Здесь идет отдельная история. Здесь нужно три этапа. Потом 10 этапов это все зашлифовать. И я думаю, что это просто нам продают. А продают они это очень хорошо. Действительно, въедаются нам в мозг. Меня больше всего бесит несколько стереотипов. Наверное, первый это, конечно, про... Я раньше говорила, что у меня больше всего бесит стереотип, что женщина не может быть президентом. Но теперь мы знаем уже из социологических опросов, что кажется, это стереотип умер, и слава богу. И оказывается, очень многие окей вообще с этим. И я такая, ну слава богу. Но еще у меня бесит стереотип, когда вот, что женщина не разбирается, типа, априори. Ну знаешь, типа, когда ты в компанию приходишь, и типа ты там что-то можешь сказать. Там я вот недавно тусовалась, и что-то я говорила про диджеинг, про пульты, про контроллеры, мне говорили, вы же в этом вообще не разбираетесь. Я как бы спокойно, но я пыталась аргументированно привести примеры диджея к женщин, что я вот училась, что почему я в этом разбираюсь, что нет такого, что мы априори в этом не разбираемся, что мало женщин не потому, что нам это как бы не свойственно, а по множеству других причин. И как-то у меня все время спокойно, знаешь, так шаг за шагом удается прям переучить людей хотя бы вокруг себя. Правда. Я, кстати, встречала прекрасных звукорежиссерок, женщин, никаких вопросов. Они прекрасно делают свою работу. Ну вот мы без политических вопросов, но мне хочется задать этот вопрос. Вот 17 марта, кого бы ты мечтала видеть вот в бюллетене из женщины? Ой-ой-ой, просто скажи имя. Место в карьер. До всех их, вот все, кто собирал подписи, все, кто действительно этого достоин. Мне достаточно будет просто справедливости, и мне будет достаточно того, что кто достоин, кто набрал, у кого есть достаточное количество сторонников, тот и оказывается в бюллетене. Хотя ты знаешь, есть другое мнение, которое тоже подтверждено статистикой. В среднем женщины менее склонны к построению иерархии, и именно поэтому в некоторых европейских странах есть минимальный процент женщин в государственных организациях, в парламенте и так далее. И ты знаешь, что это имеет смысл, потому что просто из-за других особенностей психики с меньшей вероятностью женщина поставит себе цель взобраться на вершину иерархии, и поэтому в политике очень много людей, которые склонны бороться за власть, и для них это самое главное, и это цель их жизни, и очень не хватает там людей, которые не так зациклены на этом, и обществу в целом было бы очень полезно иметь во власти людей, которые не зациклены настолько на то, чтобы ей обладать, и в этом смысле мне симпатичная идея о том, что какой-то процент женщин, допустим, где-то в парламенте, в Госдуме, не знаю где, должен быть. Ну и процент ещё преступниц, женщин катастрофически мал, и мне кажется, это тоже важно. Ой, ты знаешь, есть столько прекрасных организаций, и в России тоже они были. Представляешь, фонд насилию.нет, который я обожаю, был признан иностранным агентом. Каждый день про это думаю. Прекрасные люди, которые борются с очевидным, понятным злом. Мне кажется, что дай нам просто свободу, дай нам возможность просто работать. Мы же по сути... И эти правозащитники, они же не хотят каких-то подачек, они хотят просто возможности работать. Я думаю, если бы была эта свобода, возможность открытых дискуссий, открытых дебатов, общество само бы себя достаточно быстро излечило, ничего форсировать не надо, и всё было бы круто. Позитивная сторона. Мне кажется, я это точно наблюдаю в обществе, что стало гораздо меньше внутренней мезогении. Ты замечаешь, что сейчас девчонки гораздо больше стали комфортно друг к другу относиться, поддерживающе. И, ну, первое, замечаешь ли ты это, и как тебе кажется, в чём такая вообще причина, что всё равно, пока это остаётся, и, в принципе, причина внутренняя мезогении, вот в чём ты её видишь, и как нам её побороть уже наконец-то. Я тоже проходила через этот этап. Хотя не знаю, как ты, почему тоже. Может, у тебя этого не было. Было-было. Я помню, в подростковом возрасте и вплоть лет до 20 для меня было очень важно быть не как те другие девушки. Я помню, я сохраняла такие дебильные картинки, знаешь, они все стоят с помадкой и одна с книжкой. Она была не такая, как все. Она интересовалась дотой. Она что-то понимала в этой жизни. Она была чуть-чуть глубже, чем они. И понадобилось время для того, чтобы понять, что быть такой же, как другие девчонки, это не оскорбление, это нормально, и это круто, потому что другие девчонки крутые. Ну и вообще, что эта тенденция пропала тоже из медиа, мне кажется, потому что это уже, слава богу, не модно шутить на такие темы. И мне сейчас как раз нравится, что наоборот новая тенденция появилась. У меня сейчас мой самый любимый комик Кирилл Мазур. Он очень много шутит как раз наоборот на тему того, какие девчонки крутые. Это каждый раз суперуморительно. Правда, женщины, Вагина, какая умная у вас Вагина. Что за песня Вагина? Ребята, Вагина, она многофункциональная, как МФЦ. Правда, женщины, вы рожаете в таких муках, мне кажется, несправедливо, что ребенок появляется только от мужского оргазма. Потому что очень достал уже тот юмор, и мне нравится, что теперь это стало уже не круто так шутить. Этот юмор остался только в такси. Вот реально, последний раз мезогинные шутки я слышала в такси. Человек меня не знает, он не знает, откуда я, что я, сколько я зарабатываю, где я живу, вообще ничего. Он видит меня в первый раз, но он уже считает, что он вправе делать какие-то выводы, что есть какие-то шутки. Но ты знаешь, я в такси очень боюсь с кем-то спорить, потому что я понимаю, человек за рулем, он может там дверь сблокировать в секунду. И Витя всегда, когда спорит про феминизм с какими-то другими парнями, он приводит в пример ночную прогулку по городу, когда ты видишь, что где-то недалеко стоят менты, и ты очень напрягаешься, потому что вдруг они к тебе будут приставать или что-то еще, и ты все время ходишь вот в таком поджатом состоянии. Ой, женщины такие истерички. А вы попробуйте жить в постоянном напряжении. Ты как бы не делаешь на этом акцент, но у тебя просто привычка с детства, и она взялась не просто так. То есть ты не то, что жила и решила, а буду-ка я бояться насилия. Нет, это все-таки естественно вырастает тебе с самого детства и очень весит. Ты знаешь, я до чего уже дошла в этой борьбе с внутренней мезогении? В какой-то момент я поняла, что для меня важным как-то грин-флэгом, зеленым флажком в мужчинах является наличие у них подруг. Хотя раньше, если бы я узнала, что у моего парня или мужа есть подруга какая-то, я бы бесилась. И создавала бы вторые странички, чтобы проследить все. Нет, знаешь, здесь что-то другое, здесь у меня другие чувства. Но я поняла, что если бы мне мужчина сказал, а у меня нет никаких женщин-подруг, меня бы это скорее напрягло, потому что неужели он не умеет выстраивать обычные отношения дружеские с женщинами, неужели он их воспринимает только как какой-то объект для романтических отношений и способен выстраивать только романтические отношения с женщинами, меня бы это очень напрягло и насторожило. И... Ну да, и к тому же я бы думала, то есть любая женщина, которую он видит, рассматривается только с этой стороны. И это как-то и пугает, и напрягает. Угу. У тебя нет ревности, когда... если Витя дружит с девчонками? Нет, я поняла, что и не то, что и даже ревности нет, и что для меня это важно. И я очень ценю, когда мужчины умеют дружить. Без вот этих вот каких-то напились и поцеловались, а когда полдружба, недоотношения. Нет, обычная нормальная дружба, где никто ни с кем не целуется, никто не делает никому грязные какие-то пошлые намёки. Для меня важно, чтобы мужчина умел так общаться с женщинами. Мне важно, чтобы мой муж умел общаться с женщинами нормально, как с друзьями. Класс. У меня был, кстати, вопрос, что для тебя было важно при выборе мужчины. Мне кажется, это один из очень интереснейших таких ответов. Ну, на тот момент я этого так не осознавала, потому что тоже я этого нигде не видела. Если бы у моего папы была какая-то подруга... Знаешь, когда к папе просто в гостях рядом подсаживалась какая-нибудь женщина и общалась с ним, я думала, всё, пипец, я должна рассказать об этом маме, что-то происходит. Было очень непривычно и странно. И это только недавно я поняла, что это правда важно. Для меня. Но я не рекомендую вам слушать меня. И вообще, я так боюсь. И вообще, идите уже пожарьте котлеты. В конце концов, сколько можно. Да. Ты, кстати, веришь в мужскую и женскую энергию? Веришь в то, что вот просто сейчас так поделился мир, мне так видится, на тех, кто говорит, что... Ну, это правда. Вот я сейчас попробую порассуждать, закрыв эту тему про 8 марта и про женщин. Порассуждаю, что... Вот, допустим, я давала интервью несколько, там, не знаю, может, года 4 назад, и я там рассказывала, что девчонки тоже самое всё могут делать, как пацаны. Я рассказывала, что я изи оплачивала наши отпуски на Мальдивы типа сама, что... Ну, как бы, нет никакой вообще проблемы там, то, что я, допустим, могу больше зарабатывать, и что я самостоятельная и так далее. В этом, действительно, я всё ещё поддерживаю все эти вышесказанные слова. И всё ещё поддерживаю себя. Да. Но вот сейчас какой-то новый тренд есть, и я так с любопытством за ним наблюдаю. Во-первых, мне дико нравится история, я просто сейчас ещё прочитала «Невидимые женщины», про то, что действительно у женщин супермного неоплачиваемой работы незаметной, и я всем рекомендую прочитать эту книжку обязательно, и что, как бы, если посчитать, да, вот когда просто часто приводят этот аргумент мужчины, особенно, которые против феминисток жёстко, они говорят, ну, идите тогда сами себе платить, и всё. И типа посмотрим, когда вы там жалуетесь на что-то. Но, как бы, опять же, подсчитано уже, что делает женщина по дому в целом каждый день. Там это работа уборщицы, это работа няни, это работа, там, курьера, который приводит, это работа повара, ну, очень много работы, которая, вообще-то, оплачивается обычно, и типа мы всё это делаем. Поэтому тут, как бы, уже неравные такие штуки. Во-вторых, понятное дело, что знаменитая история о том, что женщинам на одних и тех же позициях платят меньше на 40%, чем, или на 30%, на 30%, чем мужчинам, и изначально даже, когда хэдхантеры выставляются одинаковой должности, если нужно, если откликается мужчина и женщина, платят на 30% меньше. Это тоже понятно, что, как бы, априори у нас тоже не одинаковые условия. Но ещё вот сейчас одна эта фишка про женскую и мужскую энергию, что, как бы, важно всё равно, и, как бы, я это всё равно рассматриваю с рациональной только точки зрения, что действительно важно заботиться, ну, вот мы почему-то просто, меня бесит, что мы это называем женская часть, мне вот это не нравится. Это звучит очень по-сексистски. Я пока не придумала, как это назвать, но действительно важно заботиться вот об этой своей части. Сейчас объясню. То есть, вот, например, когда даже ты рассказываешь, что вот ты очень много, я это условно называю пелёнки-распашонки, но, типа, ты очень много проводишь вот в этом во всём, там, покормить, убрать, приготовить, уложить, то в этот момент часто забывается и плохо, что забывается, но наша, я бы сказала, не женская часть, а просто наша самость какая-то там, действительно, что можно уложиться, собраться на свидание, заботишься ли о ней ты и чувствуешь ли ты её вообще, чувствуешь ли ты важность этого. Ты знаешь, в нашей семье есть виденные ништяки, приколы и лизины ништяки, приколы, и оно тоже не всегда гендерно окрашено из того, что совпадает с общепринятыми штуками. Я очень люблю, например, цветы, я обожаю составлять дома красивые букеты и прошу покупать мне не готовый букет, а именно просто хапку разных цветов и мне очень важно, чтобы у меня дома всегда были живые цветы, иначе я не чувствую себя счастливым и любимым человеком, но, например, ни в коем случае Витя мне не дарит никакие украшения, это табу, это запрещено, потому что у нас было несколько неприятных ситуаций, я постоянно теряю мелкие штуки, браслеты, рву, это здесь дело же, наверное, даже не в деньгах, а в том, что это какой-то редкий камень, который я хотела, и Витя пошел в ювелирную мастерскую и сделал специальный дизайн для этого камушка, который он до этого где-то нашел у каких-то перекупщиков этих камней, там паспорт на этот камень, и вот он сделал вот это, и я в своем стиле, как я и люблю, теряю это через неделю, и мне так больно, мне так плохо, короче, я думаю, здесь бесполезно разбираться, и не стоит искать корни для того, чтобы построить хорошее отношение. Согласна. Раньше меня очень бесило, что он иногда ставит лайки каким-то девушкам, которые, как мне кажется, ну, типа, я видела в этом что-то романтическое, и я записалась к психологу для того, чтобы проработать этот момент, типа, и в итоге я его проработала, но когда мне это было неприятно, я просто сказала, видите, слушай, ты можешь, пожалуйста, перестать ставить лайки девочкам, когда они выставляют свою попку или сиську или что-нибудь еще, я такая, почему? Я говорю, ну, мне это просто неприятно, и он сказал, ладно, я не буду, и все, и он просто не ставил, потом сказал, видишь, я, если что, разобралась, ты можешь ставить любые лайки, но мне так понравилась концепция, что ты не говоришь, это в тебе что-то не то, да ты, больная, иди подлечись, да я-то, может, и подлечусь, но неужели тебе сложно перестать, делать какую-то такую маленькую вещь, а редко мы просим, знаешь, перестань с кем-то дружить, такого не бывает, перестань думать вот так-то, такого не бывает, мы всегда просим о каких-то мелочах, и чаще всего их достаточно. Давай поговорим про творчество, как, во-первых, технически выглядят, вот, допустим, ты сейчас там пишешь песни, и при этом у тебя есть свой быт, то есть ты там, я не знаю, подаешь ребенка, допустим, няне или Вите, и там ты говоришь, у него сейчас час, но это же так невозможно, это же про вдохновение как-то, вот как этот технический момент выглядит у тебя? Ну, когда у тебя появляются дети, уходит вариант, где ты ждешь вдохновения, нет, если у тебя выделилось свободное время, каким-то образом и вдохновение приходит в этот момент, в городе, где мы живем, не получается работать, в последний раз мы уезжали в Румынию так, и там мы по очереди работаем, один сидит с ребенком, второй пишет свою часть, потом другой перехватывает ребенка, тот пишет свою часть, и когда дети вечером засыпают, мы быстро все записываем, это как бы наша общая часть, потом мы возвращаемся, и по сути у меня вся работа уже сделана, потому что моя работа в том, чтобы написать песню, а у Вити работа в том, чтобы дальше за компьютером сидеть много часов с этими инструментами, записывать аранжировку, делать мастеринг, это занимает много часов, и он это делает очень долго, а с малышами в это время или нянечка, или я. Расскажи про трек «Остановилась». Да, мы тоже его в Румынии написали. Почему решила его написать? Сначала я написала припев, как было и с многими другими песнями. Я, кстати, да, я слышала это, вышел же ведь у режиссера, по-моему, клип, такой влог условно какой-то. А, точно, да. Да, ты там про это рассказывала. Мне именно интересно с точки зрения смыслов. Очень. Это очень странная любовь к детям, когда ты влюбился не за что-то, ты ни за что этому малышу не благодарен, у тебя нет никаких на него планов. Может, он принесёт тебе стакан воды в старости, а может, он навсегда исчезнет из твоей жизни, обидится на что-то. Ты не знаешь, как повернётся жизнь, ты не можешь его потом заставить тебя благодарить себя за что-то. И всё, что ты можешь его просто любить. И про это я и хотела написать песню о том, какой я кайф получаю, когда она вредничает, капризничает, когда она бьёт меня в животе, мне больно, плохо, знаешь, я иду беременную, схвативала. Но я знаю, значит, она жива, значит, она сильная, у неё большие, сильные ноги, которыми она меня бьёт. И так всю жизнь до 18 лет, видимо. Ты сама занимаешься самоцензурой иногда, потому что я об этом много думаю в контексте всех этих новых законов, сколько всего приходится обдумывать в голове для того, чтобы понять, что можно, а что нельзя. Тем более, что законы, кажется, нарочно пишутся так, чтобы не было точно понятно, что нельзя, а что можно. что я тут недавно сходила, мне надо было для одной съёмки сходить в секс-музей. И там, типа, знаешь, фотографии из 20-х годов прошлого века, как люди, не знаю, занимаются сексом и сфоткались, им весело, классно. И ты смотришь на это и думаешь, ну, что вот даже я сейчас, спустя 100 лет, ну, я вот, при том, что я себя считаю очень свободных взглядов, мне кажется, это всё опасным из-за интернета. Очень шеймится, что это всё, что это нельзя. И очень много чего нельзя сегодня, хотя казалось бы, типа, что вокруг вообще разврат, свобода и всё на свете, а вообще не так. И в контексте особенно законов ты должен перепроверять себя 500 раз. То есть я вот все свои выпуски у меня есть два юриста, которые всегда отсматривают обязательный выпуск, чтобы всё было в рамках закона строго. И до ещё советуюсь. И вот из-за этого я понимаю, что уже теперь даже не просто я это всё отсекаю, а что это на меня всё равно влияет, как бы там ни было. То есть когда тебе приходится каждый раз сверяться со словами, которые ты можешь произносить, которые нет, действия, которые ты можешь делать и нет, ты занимаешься самоцензурой. Ты это чувствуешь или нет? Или ты, когда занимаешься творчеством, ты даёшь себе полную свободу и не думаешь об этом вообще? Когда я пишу песню, я даю себе полную свободу, иначе я не смогу не написать ничего. Потом уже, когда будем монтировать, редактировать, уже можно посмотреть, где это. Могу, в принципе, заменить какое-то слово, если понимаю, зачем это нужно, и действительно вижу опасность и угрозу. Если же я убеждена, что это не опасно, я буду писать так, как есть, даже если это является незаконным в какой-то из стран. Ну, ты знаешь, мне в этом смысле легче, потому что я уже, ну, как бы приняла решение о переезде. Люди не меняются из-за законов. Я это вижу, потому что моя аудитория меня до сих пор поддерживает. Нет никакого статистического, статистической ямы, дыры. Моя аудитория из России не уменьшилась с этого времени. Я вижу, что людям, которые живут там, сложнее говорить на эти темы, поэтому все больше уезжают, но это все формальность. Убеждение нельзя просто так изменить за полтора года, издав какой-то другой закон. Но ты не занимаешься самоцензурой, тебя не бесит. Меня это просто безумно бесит. Я прям каждый день с этим сталкиваюсь. Я очень боюсь, что я скажу что-то не то на интервью, особенно когда я понимаю, что люди, интервьюеры настроены твердо, они не будут ничего перемонтировать, они не будут ничего показывать мне. И тогда я прям вот так вот сижу. Ну, у меня нет вообще мнения на эту тему, это все мои субъективные взгляды, и очень, короче, так себя обрубаю, боюсь. Ну, как ты преодолеваешь страх? И все-таки высказываешься, и все-таки не молчишь. А знаешь, как говорится, если ты боишься, делай это, боясь. Вот так вот сижу, боюсь, и все равно говорю в страхе. Так, я написала себе блиц вопросов, которые мне безумно интересны. Первое, что в твоем творчестве тебе нравится больше всего? Не любишь блицы? Да. Ну, давай попробую настроиться в какой-то такой поток. Нет, а мне всегда, наоборот, не нравится, что ты можешь так, типа, какую-то точку поставить. Ну, что тебе в твоем творчестве больше всего нравится? Смешнявки, панчи, приколдессы. Что тебя больше всего раздражает в твоей работе? В твоем творчестве? Ну, твой псевдоним, насколько я знаю тебе. Общественное внимание, интерес людей, и то, что я должна взаимодействовать с сотнями, тысяч незнакомцев каждый день. Ты еще говорила, что ты разлюбила свой псевдоним, а не точка. Да, ну, по-дурацки немножко звучит. Но выхода нет. Я пыталась найти идею для органичного перехода на какой-нибудь другой псевдоним, но мне ничего не пришло в голову, и никому, с кем я советовалась, ничего вменяемого в голову тоже не пришло. Я решила, что пусть будет так. Какая у тебя первая ассоциация в голове с Екатеринбургом? Майонез, ежака. Екатеринбург, столица майонеза. В каком-то году мы заняли первое место в книге рекордов Гиннесса, как город, который пожирает больше всего майонеза на душу населения. У нас самый вкусный майонез, и мы его друг другу передаем, и даже здесь, в Вильнюсе, у меня в холодильнике, стоит, конечно же, баночка ежака. Скучаешь по Екабе? В плохом смысле нет, в хорошем смысле скучаю. Вильнюс, между прочим, в некоторых местах мне очень его напоминает. Но там столько крутых людей, и мои учителя, и одноклассники, и соседи. Я реально считаю, что это уникальный город с уникальными людьми. Расскажи главное про свою дружбу с Нойзом. Это настоящая, очень крутая дружба. Мы очень разные люди по энергетике, по вайбу, по какой-то стилистике, но мы очень близкие люди, и я очень люблю всю его семью. И ты знаешь, что самое главное про нашу дружбу? Наверное, если они решат уехать в какую-нибудь другую страну, мы будем серьезно думать о том, чтобы переехать туда, просто потому, что за время миграции мы слиплись, сплотились. Мы не видимся прям каждый день. Такого нет. Спокойно общаемся. Но ощущение, что они всегда где-то рядом, для меня стало очень важным. Почему ты скучаешь больше всего из России? По ощущению, что все живут в одном месте, в досягаемости, в доступности, ты можешь потратить несколько часов и увидеть любого из своих любименьких людей. Было круто, когда мы все жили в одном городе и постоянно виделись. В чем заключается женская сила? То, о чем мы говорили вначале. Бешеный моторчик внутри, невозможность остановиться, потому что мы стремимся улучшать вокруг себя жизнь. создавать, улучшать, приумножать. Это мне нравится в женщинах. Последний вопрос. У тебя есть трек «Переживу». И вот сегодня, особенно, когда кажется, что вообще все безнадега, все плохо, вокруг какой-то дикий мрак, вот каждый день новости, вот знаешь, как вот какая-то мягкая стена, вот тебе кажется, что вот уже предел, но нет, там вот просто предел, туда рука вот так вот уходит, и каждый день новости еще хуже и хуже и хуже. Как думаешь, переживем? Да, а куда нам деваться? Выхода нет. Постоянно, каждый день, уже так часто я это делала, знаешь, какая-то надежда, радость, или наконец-то все встает на какие-то рельсы, и ты понимаешь, куда ты едешь, ты понимаешь, где ты. Сверху потолок, снизу пол, по бокам стены. Круто. И через секунду оно снова разрушается. И на какой-то из разов тебе уже так перестает хотеться снова вставать, идти, делать, но надо это делать, потому что нет выхода. А что еще? Какие варианты? И в целом не испытываю какой-то эпичности, какой-то драматичности, не воспринимаю себя как жертву в этих обстоятельствах, иначе реально можно просто, я не знаю, где оказаться. Все время приходится себя вот так вот вытягивать, вытягивать за шкиру, не потому что ты крутой, сильный, а потому что надо просто жить, пожить, пожить, пожалуйста, еще чуть-чуть. Спасибо тебе большое. И тебе. Всех с 8 марта. Поздравляем. Лиза рассказала мне про прекрасный пранк из ТикТока, который я не могу не повторить сегодня. Итак, кто я начну, или ты? Давай ты начнешь. Я так заволновалась. Ну, давай, может... Давай, я первая. Давай. Да, я ему изменила. Я говорю ему, ну, Владимир Владимирович, ну, садитесь на коленки. И я поехала на слонье. Я перепробовала всю таблицу Менделеева, все вещества, просто вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok